Помочь взрослым отвлечься от грустных мыслей и развлечь детей. Волонтеры и сотрудники учреждений культуры проводят небольшие концерты для эвакуированных жителей Донбасса. В гостинице Винец артисты пели, танцевали и устраивали конкурсы для детей прямо в поле. Все приурочено к Международному женскому дню. Сами переселенцы благодарят за такое внимание и заботу. Спасибо губернатору, спасибо соцзащителю, все администрации. Все хорошо к нам относятся. Никаких претензий. Кормят хорошо. Водят на концерты. Вот, пожалуйста, и сейчас идет даже концерт. В гостинице здесь приняли нас волонтеров много. Они даже в номера обеды носят. И здесь даже зайдешь в столовую, они сколько надо, они принесут, сядешь и принесут. Очень хорошо. Всегда помогут, расскажут. Большое спасибо девочкам соцзащиты. Это бесконечная забота. О детях очень заботятся. И школа, садик. Где-то вы в садике строили, да? Да, сразу предоставили. Одежду теплую. Очень вкусно кормят. Детям очень нравится. Говорят, дома даже не так готовят, как здесь. Бесконечно большое, огромное спасибо. Потому что уезжали так, как у нас там начали стрелять, бомбить. Мы 14-й год сидели в подвале. Как отмечают в самой соцзащите, за каждым пунктом временного размещения закреплены соцработники. Они помогают всем приезжим, консультируют, а также связываются по мере надобности с медиками или другими службами. Потребностей, конечно, как оказалось, что очень много. Это от психологической помощи, медицинской помощи и бытовой, соответственно. Социальными работниками была составлена полная информация по каждой семье. В чем нуждается семья, какая есть потребность. Сотрудники соцзащиты в круглосуточном практически режиме находятся, закрепленные за каждым пунктом временного размещения. Уже так получилось, что создалась такая своя семья и доверительные отношения. Потому что люди работают социальной защитой, работают постоянно. Знают каждого, кто проживает и знают проблемы каждой семьи. Также с 9 марта все ребята школьного возраста сядут за парты. Им уже выдали все необходимое – форму, учебники и канцтовары.